Всем привет! В этом видео рассмотрим подход создания шнека с переменным шагом. В прошлом видео мы уже создали вот такой шнек. Так, покажу его шаг. Английская клавиша P, проекция всего тела, ОК. Здесь должно быть 20 мм. То есть в данном случае шаг 20 мм. Итак, какой подход у нас был при создании данного шнека? Мы использовали инструмент Emboss и вот такой длинный эскиз с помощью него намотали на цилиндрическую поверхность. Но, давайте активируем Edit Fitcher данного инструмента. Обязательно нужно снять, чтобы для редактирования начать поверхность цилиндрическую. И добавлю сюда дополнительные еще поверхности. То есть у нас был такой прямоугольник, который мы наматывали. И у нас был один размер, который мы меняли. И благодаря нему мы задавали шаг нашего винта. В данном случае я добавил еще два элемента к эскизу. То есть они вот здесь, в этих точках, стоят на 5 мм. И сужаются к концу. И то есть превращаются здесь в полноценный 5 мм. То есть здесь 5 мм. А здесь 15. Далее я просто выбираю поверхность. Давайте заменю здесь на 20 мм все это. И нажму ОК. Так, отключу видимость нашего эскиза. То есть буквально пару кликов мы смогли создать резьбу, по сути, с переменным шагом. Можно отсюда вытащить вот эти вот, конечно, спирали. И уже на их основе делать какие-то свипы. Какие-то дополнительные нарезания. То есть можно использовать ее как вспомогательную геометрию для построения каких-то других конструкций. Либо резьбы. Скажем так. Вот, пока что, на мой взгляд, это самый оптимальный способ по построению именно от резьбы с переменным шагом. Хороший способ, на мой взгляд. Можно пользоваться. На этом видео я заканчиваю. Спасибо за внимание. Желаю всем творческих успехов. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч.